привет мир в том году было достаточно большое количество яблок причем не только у нас но и у соседей и как вы помните наши животные вдоволь насытились яблоками в этом году к сожалению их нет но зато есть тыквы кабачки и арбузы шучу конечно это тоже кабачок похоже очень похоже на арбуз его уже истыкали курицы вот такие вот кабачки на корм нашим животным пойдут в раз курица особенности любят их клевать и могут клевать его полностью за один день сегодня мы наверное тоже пойдем соберем наши две тыквы оставшиеся так как кабачки уже мы скормили нашим животным что у нас еще осталось капуста и перец в теплице так как уже начинаются холодные дни и заморозки ночью будут все чаще и чаще нам необходимо собрать остатки нашего урожая и подготовиться к зиме что можно подожди дай зайду в общем все я зашла здесь уже нет ветра и хорошо в чем здесь суть подожди да подождите что я хочу сказать мы сегодня девчонками пришли собрать что перчик собрать потому что она сегодня на улице был мороз где-то в минус 3 там наверно где-то так и вот мы скорее всего забыли дверь закрыть потому что вот здесь листики нормально а вот здесь они подмершие почему то да так вот не успели в теплицу зайти они такие можно 5 есть может сначала соберем его а как вы будете его собирать если вы его кушаете только как мы будем перец играть а кто знает и как же как-нибудь как-нибудь у нас стоит задача солнечек дай-ка я сниму но ты как раз туда и отошла у нас стоит задача вот этот вот весь ряд перца который он здесь есть собрать потому что все равно с него толку не буду он уже не поспеет вот так вот он начал желтеть вот соберем а потом вот эти вот кустики тоже перца самого уберем и надо будет наверное накидать сверху травы или перекопать подготовить в общем теплицу к зиме папа наш папа наш занят пока можно уже берите любой какой вам нравится только а хотя кокаринца куста уже все каждый раз как мы сюда приходили они все время так можно перчик можно перчик кое-когда они с катей вдвоем приходили и после этого я видела что здесь на полу а вот они до сих пор валяются вот такие вот веточки это все следы того что здрасте катя ну чё ты делаешь он маленький он же тоже хороший нет подними свой перчик этот и в ящик сложи а вот этот кустик нужно оторвать ну я такая чушь у меня здесь перчик то валяется а потому что катя пришла перед сорвать сорвала на один автор и вот так вот ее и валяется упал так что я вам сказал что без меня в теплицу не ходите вы всегда сейчас я покажу у меня вот перчик вот это год где вот он он краснеет уже краснеет видишь если бы да я посадила перец во время он же у меня был маленький пока ростом сидела мы слишком близко стоять вас не будет видно вот если бы его посадила во время перчик так бы и получился красный катюнь а ты чё не кушаешь а ты не сорвала ну там просто сорта разные перцы видишь вот этот большой он зеленый сейчас да а вот здесь он тоже начинает спеть видимо на краснеть где он там сверху вот здесь вот ну такой достаточно большой сейчас мы соберем и покажем сколько у нас получилось урожая да 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 я покажу два хорошего рождения перца ага ну что пошли собирать эту я думаю что мы сейчас пока перед собираем вы все съедите уже пошли пошли ну что ж мы начинаем сбор перца что а это наша дынька ее тоже туда складывать оторви от куська ты уже оторвала да вот и там еще же ездят покажи ко мне и не отрывается но этот сложив корзинку и двумя руками отрывай ой он даже с одной боку с одного бока я вижу желтенький да вот подожди-ка вот он классики мы его сегодня вечером попробуем обязательно на или дадим полежать немножечко да в любом случае вкусный катюня ты что делаешь да вкусный перец катя-то знает толк в перце да конечно ну что сонюшка давай срывай все сейчас посмотрим какие мы возьмем домой как-нибудь их переработаем я хочу пожарить немного перца и хочу немного заморозить пожарить и съесть что при слове есть катика сразу ты хочешь перец есть а сейчас ты что делаешь но показывай куда ты складываешь а это у нас только первый кустик сейчас как мы наберем весь ящик это не тыковки это дыньки пода подоспел к нам артем андреевич подоспел подоспели эти перцы а я подошел подошел не не надо мы тебя потом обнимем когда ты поможешь руки просто не буду рвать перцы потому что они будут грязные придется вам их отмывать ты видел да перчик какой классный мы сейчас соберем покажем тебе это вчера были заморозки я думал что эти нормальные нет перец он очень хороший он крепкий он сотрез он сколько у тебя там перцев сон это ты так держит три перца но они правда крупно они правда крупные давай я покажу на фоне твоего соленого лица вот рядом с лицом большой перец держи соник легкарти здесь рвет прям ну видно и видны и размеры а я вчера пошел глиночок замешивать и заморозки как раз я срезал видела да я кстати мы с соней пошли тыкву смотреть от ее уже утащил молодец просто вчера реально заморозки начались я подумал что если морозом ударит может потом мягко она хранится долго а сегодня утром я на улицу вышла вот как показать в ведре где-то сантиметра 35 этого было льда это ну естественно за мной что заморозки были во сколько в 10 часов я пошел уже лед стоял вот так да 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 мы собираем девчонками им и им нравится классный перчик это твоя ладонь ой кати тоже как ты чё собираешься вы съесть не сложить сначала туда слушать а здесь пахнет помидорами потому что что потому что мы собрали только три куста и уже целая корзинка то есть нам надо будет пойти еще аккуратно 2 с половиной это хорошо уронила перчик упал собирать девчонки пол грядки собрали и решили перекусить а то слишком проголодались бедняги да здесь так вкусно пахнет перцем они не удержались взяли по самому большому перца ну не сам сам маленький то совсем маленький она какой-нибудь среднечок взяла 5 ну как перец ну нормально ты показала уже там целый я не знаю арбуз перец у нас конечно ты еще будешь есть но я конечно не против смотрите аккуратно грызуны наши только только и слышно как бы хрустить и chrome подождите вот здесь только пол этого грядки собрали а кто дальше будут собирать приехали помощнички привет помощнички ну да пойдем за другим ящиком пока пока у вас здесь этот обеденный перерыв ну что помощники да можно все сколько хочешь только кать может катера коробка никто не видит я откушу ну что ж у нас осталось совсем вот буквально сколько здесь кустиков мне кажется мы не окажется 3 давайте дособирай и пойдем вот он наш перец такой кучи я пыталась поднять эту штуку но она тяжелая как понимать как это называется ящик поэтому попросим папу а мы тем ты уже грызешь грызу еще один грызу давайте до собираем печка пойдем на капусту нам еще капусту надо собрать кучу ты говоришь и не слышно план . рада собирая пойдем а это кстати подсолнух наша не капусту . но это да а подсолнух мы уже сорвали он был разный разные сорта видимо этого подсолнуха были поэтому самые большие все самые большие семечки которые были мы собрали и что с ними будем делать мы будем их сажать на следующий год правильно чтобы у нас был большой подсолнух вообще хочу чтобы у нас поле подсолнуха было но это уже будет следующем году а сейчас мы приступаем к сбору урожая капусты да что мы с ним будем делать мы его сорвем и уберем вот эти вот лишние листья но вот этот стол как он называется корень на котором он растет и этот стол мы разрезать не будем мы перевернем его и через этот корень повесим в какое-нибудь помещение он так лучше хранится оставим несколько мелких капустин для кроликов и листья они хорошо едят да туда вот такие вот вы будете сюда их складывать да сейчас вот они наши капуточки стоят здесь немного подъеденным потому что гусь у нас сюда бегал но больше он туда бегать не будет вот эти вот маленькие капустины мы оставим кроликом кушать мы при принципе так и планировали изначально для кроликов очень тверда капусточка какой-то зимний сорт поздний наверное его наверное можно еще и оставить здесь поле картошки было скоро мы это скорее всего стюм перри перекопаем или даже копать не будем а просто на аккуратно котен просто закидаем травой ой ой вот она подъеденная кстати вот видишь сильно подъеден ее гусь подъел они не собирают один мы ее целиком так кроликам отдадим они любят очень капусту вот это вот капуточку мы не будем собирать мы ее просто так вот целиком вымом отдадим кроликом они такую любят конечно любят кролики же все любят и морковь и капусту и картошку в смысле наверное тоже я не знаю мы картошками давали где пацан нет подсолнух мы уже сорвали а ну там этот которые съели птички полностью оси и мы мелкие подсолнух мелкие семечки которые на подсолнухе были отдали курицам да они очень это дело любят знаете какой был последний подсолнух который мы дали курицам ну час назад какой был ну сам подсолнух маленький был и семечки там были маленькие на каком висит подсолнух и подсолнух кать вещает я не знаю ладно девчонки темнеет и скоро нам надо идти ужинать так что мы собираем все и идем на покажу мы на примере одной капустины покажем как мы их будем вешать куда вот и уже пойдем попрощаемся со всеми потом нет потом наверно пока будет все давайте пошли собирать ну что ж у нас на примере одной капусты мы покажем как мы это делаем вот в общем как я и говорила мы ее вырвали вместе с корнем вот с этим и больше с ним ничего делать не будем оторвали вот только вот эти вот лишние листья которые были листья а те которые уже в вилок завернуты их оставляем и вот в таком состоянии получается вверх ногами капусту надо повесить какое-нибудь прохладное место прохладное темное место можно даже если у вас есть погреб под пол и она хранится ну месяц полтора если поздний сорта то она хранится хорошо вот все это кстати оператором и сейчас у нас является соня она учится видеосъемки и захотелось у нас захотела на сама это сделать поэтому вы не удивляйтесь что вот картинка вот так вот туда-сюда туда-сюда если у меня не будет пол головы потому что я снимаю так же вся в маму да вся в мать да так что это снимает соня соня привет так что вот что хотела сказать все то же самое мы проделаем со всей остальной капусты сейчас уже темнеет и там где куда и вешать будут будет темно снимать не буду так что заморозкой наступили неожиданно поэтому весь наш остаток урожая мы собрали урожай больше у нас в огороде в этом году нету надеемся мы все ошибки учтем и на следующий год у нас урожай будет еще иди ко мне соня снимает а у папы руки грязные поэтому что говорим всем пока как скажи ставьте лайки и подписывайтесь на канал нет скажи ставьте лайки и подписывайтесь на канал но можно и пока ну скажи пока подожди а пока подожди кать а про лайки забыли они забудут нам лайки поставить скажи ставьте лайки и ну ладно я скажу ставьте лайки а ты скажи подписывайтесь на канал ставьте лайки и просто подписывайтесь на канал ставьте лайки пока ну не забывайте подписываться на канал это была речь кати но она про нее забыла всем пока субтитры сделал DimaTorzok это ты все у